Так, ну и, наконец, еще одно дело положительное, на которое хотелось бы обратить внимание, это дело НСО-сервис. В данном деле рассматривался вопрос о дроблении бизнеса. Налоговый орган полагал, что налогоплательщик создал взаимозависимое лицо для того, чтобы соблюдать условия для применения упрощенной системы налогоблажения. Однако, нежестоящие суды не согласились с таким подходом, а судья Верховного Суда поддержала их в отказном определении. Было отмечено, что у налогоплательщика отсутствовала цель сохранения УСН путем создания формального юридического лица. Кроме того, обращалось внимание на наличие экономической целесообразности создания еще одной организации. Наконец, и это наиболее важная часть судебных актов, то, что была установлена экономическая самостоятельность субъектов. И на эту экономическую самостоятельность указывали следующие обстоятельства. Во-первых, это отдельные расчетные счета в банках, отдельное имущество, отдельные самостоятельные трудовые ресурсы, введение раздельно бухгалтерского учета, ну и самостоятельное исполнение налоговых обязательств. Безусловно, на эти факторы, обстоятельства необходимо обратить внимание налогоплательщикам для того, чтобы правильно выстраивать свою позицию применительно к спорам о дроблении бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok